Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня мы будем снимать снова необычное видео о совместном вместе с Кариной. Что я могу рассказать об этой прекрасной девушке? Она живёт в Греции. Это такое прекрасное солнечное место. Представляю, как ей хорошо. И если бы я её не знала, я бы с удовольствием посмотрела на то, как же ей там живётся, как она путешествует и отдыхает. И, кстати, на её канале вы можете всё это увидеть. Также она занимается, как и я, бьюти-тематикой. Мы девочки, блондиночки, брюнеточки, рыжие и многие-многие другие. Любим красоту, любим всё, что связано с косметикой, ходами за собой, поэтому она также делится всем этим с вами. Если вам интересно, вы можете пойти по её ссылочке. Я оставлю всё внизу, на её видео, на её канал. Вы можете пройти по ссылочке и ознакомиться с ней. А сегодня мы снимаем совместное видео о тональных кремах. Итак, давайте приступим к моей коллекции бибикремов. Бибикремов. Не знаю, как правильно. В общем, поехали. Я давно уже собиралась вам снять это видео о своей коллекции. К сожалению, один ещё... К сожалению или к счастью? К сожалению для видео, к счастью для меня. Один из бибикремов, даже сисикрем. Как правильно, блин? Кремов или кремов? Вот это я буду после видео, короче, изучать. Я такая, да, что делаю всё после. Сначала наснимаю, а потом изучаю. Как же правильно было всё. Ну ладно, будем... Кто не знает, будем вместе со мной расти. Был у меня ещё один сисикрем. Это вроде бы как новая технология. Я никаким не пользовалась сисикремом, кроме вот этого, который мне отдавали от компании Нускин. Но он на моей коже ложился очень плохо. Как будто она вся шелушится. Как будто она совершенно не увлажнённая какими-то кусками. В общем, я подумала, что мне сказали, что это, возможно, не подходит крем, сисикрем тебе, да. И, может быть, подойдёт кому-то другому. Я отдала своей подруге, и ей вроде бы он понравился. Вроде бы. Ну, а там не знаю подробностей. Расскажу о том, что у меня есть. Первое, что у меня появилось, это же, конечно же, всем известный Горинье. Я брала всегда вот такой вот медиум. В принципе, я раньше загорала всё время, но даже... Я почему-то думала, что он один вообще, представляете? Вот медиум, типа средний такой, да, какой-то вариант. И всё время красила им. Но когда я перестала загорать, и стала такой светленькой, потом я только узнала, что, оказывается, есть ещё светлый вариант биби-крема. И, в общем, я начала покупать светлый, когда я не загораю, а когда лето, и я загораю, и всё-таки тёмненько, я использую более тёмный. Их очень надолго хватает, на самом деле у меня их, ну, много там ещё, ещё надолго хватит. Но так как они у меня не одни, не только ими я пользуюсь, и не каждый день я крашусь, наверное, поэтому у меня их много. Дальше идёт биби-крем Мэйбелин, который у меня есть. Чем он мне нравится, в отличие от Горинье, тем, что он немножечко матирует кожу ещё. То есть он ложится так же хорошо, Горинье, то есть я довольна полностью, да, ложится так же хорошо, но ещё он матирует кожу. Это то, что я заметила. То есть мне Мэйбелин очень нравится. Я его уже взяла сразу, светленький, поэтому с ним проблем вообще никаких нет. И в основном, когда я делаю какие-то видео, я пользуюсь этим кремом. Дальше, что я себе приобрела, что-то я в последнее время прям искала, какое-то чудо, чудо-биби-крем, чтобы он все мои несовершенства просто скрыл. Я вышла на улицу, и вся такая засияла, засыркала. И все думают, вау, какая нереальная кожа у этой девушки. В общем, я начала экспериментировать со всеми. Ну и плюс я для вас снимаю видео. Мне тоже интересно с вами поделиться своими впечатлениями и чем-то. И поэтому я всё с прилавков беру, вообще, где чё вижу, и даже фикс-прайс. Вот этот биби-крем я взяла фикс-прайс, секрет совершенства. Семь в одном. Ну понятно, что я во всё это не верю, как бы, да, но я решила проверить просто. За 50 рублей почему бы нет? Скрывает несовершенства, матирует, придаёт сияние, увлажняет, защита 15 SPF и препятствует старению. То есть, правда, за 50 рублей что-то супер-мега-универсальное. Ну, честно говоря, я им попользовалась один-два раза. Это такой, знаете, вот выходной, куда-нибудь в машину бросить его, чтобы он там был, и если вдруг срочно понадобится, то можно воспользоваться на крайняк, да. Но он немножко водяной такой. Вот на мой взгляд он водяной. Он не скрывает вообще какие-то... Ничего не скрывает, он просто как крем с таким лёгким-лёгким тоном, который ничего не скрывает. Вот как-то так. Тон, который можно даже не заметить. Короче, фикс-прайс вот стоит он. Для меня вот стоит. И потом я купила опять же, опять же, опять же, всё по той же теме, что думаю, о, ну может быть, Фаберлик, может быть, Фаберлик сделает мое лицо в фотошопереал. Как это реальное фото... То есть, как фотошоп, только реальное. В реале. Фотошоп в реале. Вот так. В общем, тоже здесь кислородное сияние, результат в одно касание, многофункциональный бибикрем. В общем, ну, особо, я скажу, к нему претензий нет. Мне очень нравится упаковочка. То есть, вот это какие-то простые упаковочки у нас такие, да, выдвигаются, как крем в... Несерьёзно, в общем, да. А здесь уже такая стеклянная штучка с дозатором, что я люблю, чтобы... Хотя здесь, в принципе, всё удобно, но... Это ещё как-то и смотрится на полочке более красиво. За дизайн им большой плюс. Ну и, в принципе, на уровне, может быть, гаренье, да. То есть, просто, я вам скажу, что у меня есть приоритеты, да, что первое место, второе и третье место. И пока фаберликом я не пользуюсь, он у меня стоит, ждёт своей очереди. И всегда, чем я раньше пользовалась, это до того, как я начала пользоваться биби-кремами, биби-кремами, это Max Factor випид-крем такой. В общем, он как мусс сделан, и у меня натуральный цвет. Он сейчас, конечно же, для меня темноват, и мне бы нужно посветлее. типа, натурал, 50-е, натурал. Но когда я загорала, он был просто идеальным. Он действительно выравнивает кожу, особенно если наносить её кистью, да, всё-всё-всё-всё-всё-всё матирует. То есть, это, знаете, для фотосъёмок, для фотосессий, для видео. И если кожа такая, есть что скрывать, да, то это вообще идеально. Он прям очень мягенько ложится. Но он достаточно плотный. Это, конечно, нам не биби-крем. Вообще не биби-крем. Но мне он очень нравился, видите, его уже, его там уже почти нету у меня. Потому что он мне очень нравится. И что я могу сказать? Хотелось бы сказать мои фавориты. Значит, на первом месте у меня, конечно же, Мэйдли. Потому что он матирует, потому что он скрывает недостатки, потому что он всё делает именно так, как мне нужно. Конечно, всё равно он матирует, но не так, чтобы прям кожа матовая была, да. Я всё равно воспользуюсь пудрой сверху обязательно, для того, чтобы ещё больше блески все эти убрать. Его здесь уже у меня почти нету. И вы знаете, если бы мне сказали, выбери один крем, и остальные убери, мы тебе дадим ещё, короче, за каждый крем мы тебе дадим твоего фаворита. Ну, естественно, я бы выбрала Мэйбеля. То есть он для меня номер один на сегодняшний день. На втором месте у меня Гарынье. Я ими пользуюсь, они мне нравятся, так как они скрывают недостатки, так как они пахнут. В общем, всё мне в них нравится, в принципе. Единственное, что они вот, ну, не матируют. Ну, чуть больше пудры я наношу для того, чтобы сматировать всё это. В общем, Гарынье у меня, они по весу, на втором месте после Мэйбелин. На третьем месте, если брать BB-крем, да, то это будет у меня Фаберлик. И когда у меня, естественно, закончатся Мэйбелин и Гарынье, то я буду пользоваться Фаберликом. Я думаю, что я не буду слишком сильно разочарована им. BB-крем фикс прайс мы вообще не берём в расчёт. Ну, и это тоже, как бы, с BB-кремом сравнивать не будем. В общем, про BB-кремы я вам рассказала, что мне нравится, да. Если у вас есть что-то из этих тональных средств, то, пожалуйста, напишите мне в комментарии, что и что вы пробовали, чем вы остались довольны, чем не остались довольны. Разделяете вы вообще моё мнение или не разделяете. Может быть, вы что-то не пробовали, попробуйте, отметите для себя и тоже пишите отзыв обязательно. И также, если моё видео было вам интересно, ставьте лайк, не забывайте, поддерживайте меня своими пальчиками вверх. И теперь пойдёмте к Карине смотреть её обзорчик на тональный крем. Мне очень интересно, что же, что же она нам там покажет. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok